Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации. Более 1700 обращений поступило в Люберецкую полицию на прошедшей неделе. 56 из них стали поводом для возбуждения уголовных дел. Среди раскрытых преступлений – разбойное нападение, кражи, а также факты нелегальной миграции и незаконного оборота наркотиков. Как отметил в своём докладе Сергей Разгуляев, в раскрытии грабежа, совершённого в Люберцах в конце июля, помогла система «Безопасный город». Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступника, который напал на женщину и, угрожая ножом, отобрал сумку. Казалось бы, тяжкое преступление. Ни очевидцев никого. Женщина нашла в наушниках, слушала музыку, её ограбили. Но благодаря тому, что система работает, установили, по приметам задержали. Плодотворной оказалась неделя и для люберецких МЧСников. 7 августа во время тушения пожара в трёхкомнатной квартире им удалось спасти жизни двух людей. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать 15 человек. А в минувшее воскресенье сотрудники ведомства работали на месте взрыва, который произошёл в гараже на Хлебозаводском проезде. Во время происшествия внутри помещения находился 79-летний мужчина. Занимался там какими-то работами, залез в погреб. Это его спасло. Произошло обрушение всех конструкций. И были организованы спасательные работы. Он был оттуда доставлен, извлечён и доставлен в больницу. Причиной взрыва явился газ, газовый баллон. О реализации губернаторской программы «Мой подъезд» рассказал заместитель главы городского округа Александр Проваров. По его словам, в муниципалитете уже отремонтировано 840 подъездов. Это составляет порядка 65% от общего количества входных групп, включённых в план ремонта на 2017 год. Еженедельно мы проводим общественную приёмку подъездов. На этой неделе было принято 25 подъездов. Совместно с жителем провели общественную приёмку в посёлке Томилино, улица Пионерская, дом 7, дом 9. Кроме того, Александр Проваров сообщил, насколько успешно в городском округе готовится к очередному отопительному сезону. По его словам, ресурсоснабжающие организации уже завершают все необходимые работы. Представлены на утверждение паспорта готовности более тысячи люберецких домов. А что касается социальных объектов, то глава округа Владимир Ружицкий призвал своих коллег обратить на это особое внимание. Мы должны понимать, на что надо обратить внимание, особенно исходя из прошлого года, где были какие-то недочёты, нарекания или проблемы. Затем представители администрации рассказали о проведённых работах по благоустройству и содержанию территорий, а также асфальтировке и ремонту дорог. Традиционно на оперативном совещании выслушали просьбы и жалобы люберчан. На этот раз жители округа просят пресечь несанкционированную торговлю с автомобилей, а также произвести ямочный ремонт на улицах воинов-интернационалистов, Советской и Заречной. Луиза Егязарян, Кирилл Евгеньев, Дмитрий Шарапов. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.